Ну, все мы знали и слышали, что есть национальные цели. Две ключевых национальных цели, наверное, которые у нас сейчас установлены в сфере экономики, это экономический рост выше среднемировых темпов. И второе направление – это все-таки доля инвестиций в валовом внутреннем продукте 25%. Это два ключевых параметра, которые начинают с 2018 года, в майском указе 2018 года и сейчас, в послании президента, все цифры звучали. Что сейчас сделано на федеральном уровне? Отраслевой план привлечения инвестиций разработан еще в феврале прошлого года, утвержден перед каждым министерством федеральным установленным TPI по достижению необходимого объема инвестиций. Например, Минпромторг в 2024 году должен привлечь в отрасль и промышленности 18 триллионов рублей. Где-то 2 и 6 триллиона рублей в год в среднем, при том, что сейчас инвестируется в промышленность 1,5 триллиона рублей. То есть темпы роста инвестиций существенные, амбициозные и без нормального правильного подхода слабо реализуемые. Второй пример – Минсельхоз. Они должны привлечь в отрасли сельского хозяйства и переработки пищевой продукции 7 триллионов рублей. По 1 триллиону примерно в год, при том, что где-то около 600-650 миллиардов в год привлекают сейчас. Я это к тому, что, по сути, сейчас привлечение инвестиций – это главный TPI работы федерального правительства. Экономический рост и инвестиции в экономику. Это федеральный тренд. Что касается регионального тренда, в апреле 2019 года вышел указ президента о TPI оценке деятельности губернаторов и 15 таких теперь установили. Наверное, главный, на наш взгляд, TPI, это как раз объем инвестиций, которые привлекаются в региональные данные, потому что от него, по сути, наверное, больше половины всех остальных TPI зависит. И уровень бедности, и производительность труда, и средневечная заработная плата. Поэтому достижение этого TPI, оно влечет в правильную, нормальную, верную оценку деятельности губернатора. Что сейчас произошло на региональном уровне? За этот год, за 2019 год, все регионы Российской Федерации разработали планы привлечения инвестиций. И от 16 декабря все отчитывали о своих планах, утвердили их. И теперь перед каждым губернатором стоит задача достижения TPI, это 27% инвестиций в ВРП региона. Для чего я все это говорил? По сути, коллеги, вот здесь так честно, да, индустриальные парки, вот сейчас это не критерий оценки эффективности деятельности федеральных органов власти, губернаторов. По сути, инвестициональный парк, он как структура, как инфраструктура, он не нужен, там, Минэкономразвитию. Им нужно количество МСП, доля занятых в МСП, доля МСП в ВРП региональном продукте. Вот за что отвечает Минэкономразвитие. Минэкономторгу тоже важно знать объем, рост, обеспечить рост промышленного производства, инвестиции, экспорт. Региону тоже количество индустриальных парков не столько важно, ему главное это налоги и рабочие места. Я просто почему? Нам в любом случае придется ориентировать свою деятельность и на региональном уровне, и на федеральном, именно на показатель объем инвестиций инвесторов в экономику Российской Федерации, экономику региона. И поэтому это, по сути, становится главным критерием оценки эффективности деятельности и реализации тех мер поддержки, которые существуют. Теперь переходя уже непосредственно к мерам поддержки резидентов и государственных парков. Что нужно инвесторам государства? Вот на экране вы видите, нужна земля, инфраструктура, доступы к ресурсам и к рынкам, налоговые льготы, кадры и финансовая поддержка. По сути, вот из этих шести элементов, которые требуют инвестор обычно от власти, два, земля и инфраструктура, индустриальными парками закрываются, финансовая поддержка и льготы, специальные условия для индустриальных парков, они лежат в лучшем случае в рамках компетенции региона. И если регион действительно рассчитывает поддержать, он эти меры поддержки индустриальным паркам или резидентным индустриальным паркам представляет. Поэтому, на наш взгляд, исходя из того, что главный ДПР деятельности и федеральной, и региональной власти в сфере экономики становятся все-таки инвестиции и экономический рост, нужно поддерживать непосредственно инвесторов, которые инвестируют в развитие проекта. И в связи с этим предлагаем на ваше обсуждение четыре меры поддержки, возможных реализации. Как раз меры поддержки для резидентов индустриального парка. Первое. Это компенсация затрат резидентов на покупку или аренду земли и промышленной недвижимости на территории индустриального парка, получатель, здесь именно резидент, организует конкурс по отбору резидентов в субъект, формирует и подает заявки на конкурс управляющая компания. По сути, она собирает эти данные с резидентов и представляет уже на региональный конкурс, а уже регион, потом на федеральный отбор. Главный критерий отбора, может быть, даже единственный критерий, это соотношение объема инвестиций резидента в стоимости одного квадратного метра недвижимости или стоимость одного гектара, который он приобретает на территории индустриального парка. Преимущество явное в том, что мы таким образом карпетируем инвестиции именно резидентов, не инвестиции управляющей компанией в инфраструктуру, землю, коммуникации, а именно инвестиции инвесторов. Дальше мы через это стимулируем спрос на площади индустриальных парков, обеспечиваем простоту и объективность оценки заявок по понятному критерию и обеспечиваем возможность целевой поддержки именно перспективных экономических специализаций. Может быть, эту меру поддержки давать не всем резидентам, а только тем резидентам, которые соответствуют стратегии пространственного развития и отраслевой специализации региона. Недостаток, который явно здесь есть, может быть, он не единственный, это, наверное, возможная незаинтересованность управляющих компаний, уже действующих парков. Относительная сложность администрирования. Да, здесь мы администрируем заявку не одного парка, а не знаю, а нести резидентов, которые купили землю в этом парке. И здесь еще один недостаток – это преимущество получают, по сути, уже созданные парки. Те, которые создали, проинвестировали в инфраструктуру, да, такие меры поддержки, они будут слабо стимулировать, создавать новые парки. Но при том, что по данным ассоциациям индустриальных парков, там у нас где-то 57% общая загрузка парков, наверное, это неплохо. И при том, что все-таки главная цель у нас – не количество парков, не площади в парках, а инвестиции инвесторов и резидентов в этих парках. Поэтому, коллеги, это на наше общее обсуждение. Я понимаю, что на сегодня, может быть, это не удастся в полном объеме, но, как, скажем так, нажимка, затраты для обсуждения, предлагаю ознакомиться с этим. Второе – это компенсация затрат резидентов на техническое подключение к инфраструктуре на территории индустриального парка. Постепенно, постепенно, обращаю внимание, перейти от субсидирования, создания инфраструктуры управляющей компанией, к субсидированию расходов резидентов на покупку этого технического подключения у управляющей компанией. Опять же, здесь получались субсидии резидент, не управляющая компания. Конкурс проводится на региональном уровне, потом выносится на федеральном уровне. Главные критерии – это соотношение объема инвестиций резидента к стоимости технического подключения. Преимущества практически все те же самые, что и при компенсации затрат на покупку земли и недвижимости. Недоставки – тоже почти те же самые. Третий вид поддержки. Да, нам Минэкономразвития сказал, что новый у нас кредитный продукт, но он коллегия для управляющих компаний создания инфраструктуры. На наш взгляд, здесь необходимо вводить кредитный продукт для резидентов парка. Например, это через фонд развития промышленности, через Минэковскую структуру, корпорацию развития МСП и МСП-бан. Что здесь важно? Сделать именно отдельный кредитный продукт, кредитную программу для резидентов индустриальных парков. В части, например, ФРП расширить для таких резидентов, для таких инвесторов список АКВЭД, которые могут кредитоваться через ФРП. Потому что сейчас там он определенный 20 видов АКВЭДов. Включить в эти дополнительные АКВЭДы прежде всего перспективные экономические специализации, которые есть в том или ином регионе. Таким образом, вязать этот продукт с реализацией программы пространственного развития. Ставки установить на уровень минимальных, которые есть в ФРП, 1%. Может быть, посмотреть какие-то требования к обеспечению кредитов. И от нем софинансирование по таким кредитам с типового, где-то по 20% до 10% резидентов в парках. То есть, тогда мы, кроме того, что компенсируем какие-то там или субсидируемые расходы, мы даем относительно реально дешевые деньги для реализации инвесторных проектов резидентов. Сложно такой кредитный продукт предложить для всех, но для группы инвесторов, которые локализуются в парках, такой кредитный продукт можно предложить. И он будет явно пользоваться спросом. А уже дальше посмотреть, как его можно дальше корректировать. Ну и последнее предложение по мерам поддержки для резидентов. Ну, я могу сказать, что, наверное, это самое сложное, по крайней мере, из того, что я озвучил. Это распространить льготные режимы ТОР и ОС на территории индустриальных парков. Для чего это нужно? Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность действующих в ТОР и ОС на территории инвесторных парков, по сравнению с ТОР и ОС на территории инвесторных парков. В принципе, здесь ничего такого, знаете, сложного нет. Для изменения два закона соответствующих. Что, что нам не обязательно все, весь набор льгот, которые есть в ТОР и ОС распространять или давать в комплекте в пакете индустриальных парков, можно, например, отдельные нервы поддержки или отдельные преференции предоставлять. Ну, например, таможенная зона. В рамках ТОР такая возможность есть, и там ОС, да, она же формируется. Почему, например, индустриальному парку не дать возможность формировать на своей территории такую свободную таможенную зону для реализации тех проектов, которые у него могут быть? Не надо ему давать работы по намоку на прибыль, не надо ему давать работы по страховым платежам, которые есть в ТОР, а дать именно эту меру поддержки. И таким образом мы что делаем? Мы повышаем конкурентоспособность таких территорий, мы обеспечиваем спрос на землю и недвижимость на территории министральных парков, и мы, самое главное, мы позволяем инвестору быстрее и дешевле и проще реализовать свой проект, а, по сути, повышаем его РР, его проект, что ему именно нужно. Соответственно, риски снижаются, эффективность инвестиций выше и объем инвестиций выше. Главная цель национальная достигается именно через такие меры поддержки. Что, на наш взгляд, надо сделать для того, чтобы хотя бы принять решение о том, что мы движемся по этому пути, начинаем разрабатывать эту систему мер для резидентов парков. Первое. Узнать мнение отрасли, управляющих компаний и резидентов. Будет интересно, я вполне допускаю, что отрасль может сказать, давайте подождем, и время, мы тут еще не все субсидии в это получили, не всю инфраструктуру построили. Но однозначно это нужно делать, и Денис Владимирович, я вам предлагаю вам в ситуации какую работу провести. Она уже сейчас ведется к вечерам. Да, да, просто. Ну, хорошо. И еще очень важно оценить спрос на вот такие новые меры поддержки для резидентов. Это могут сделать тоже управляющие компании. И это первое, что нужно, мнение узнать и оценить спрос. И кто помнит, у Минетта на самом деле была такая мера поддержки, они давали субсидию на строительство, на покупку и аренду вот этих объектов на территории индустриальных парков. Но на самом деле, к чему ее убрали от меры поддержки, Минетта сказал, типа спрос маленький. Как всегда, Татарстан и Белгородская область только заявляются. Наверное, типа невостребованная мера, давайте ей уберем. Но я так думаю, что просто Минетта опередила в свое время. Наверное, на том этапе это реально было только востребовано наиболее продвинутым регионам. Сейчас 100% эта мера будет востребована. Поэтому первое, узнаем мнение о отрасли и оцениваем спрос. Второе, даем оценку необходимого объема средств федерального бюджета на финансирование этих новых мер поддержки. И оцениваем эффективность этих мер поддержки до того, как мы их начинаем реализовывать. Потому что мы реально можем оценить, если есть спрос на землю, и люди купили ее и арендовали. Вопрос, сколько вы инвестируете в те проекты, для которых вы купили эту землю. Этот эффект уже будет понятен. И эту оценку вклада в достижение этих национальных целей, как минимум по доле инвестиций в ВВП, мы оценить можем. Третье, нужно реализовать пилотный проект. В принципе, все равно, где или в рамках мер поддержки Минэкономразвития, или Минкомторка, сделать пилот небольшие, может быть, деньги. Из тех, которые сейчас предусмотрены в программе, обкатать эту технологию, посмотреть и спрос, и обкатать административную систему взаимодействия регион, федерация, регион, резиденты. Как должны проводиться эти конкурсы, какие криперы, какие процедуры должны реализовываться. Ну и четвертое, последнее, это уже вносить изменения у нас в проект. Грубо говоря, выбивать деньги на эту меру поддержку и вносить изменения в госпрограмму. Важно в этом процессе, не перечерплю то, что уже есть, эти меры поддержки не заменяют меры поддержки управляющих компаний. Надо постепенно вводить новые поддержки для резидентов, двигать их параллельно, смотреть эффект, смотреть спрос и ни в коем случае не говорить, ну, все теперь, ну, все через резидентов. Дремя покажет. Надеюсь, на продолжение дискуссии. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Чувствуется, что я работал. Сразу четко предложил план, что надо сделать. Спасибо большое. Ну и еще одно. Вопросы оставим тогда, но потом. Да, сейчас еще будет выступление Айрата Гизакузина, руководитель Технополевский град, Патахстан. После этого у нас по графику мы немножко уже сдвигаемся. Должен быть перерыв. Вот, и там мы сможем, да, и потом, да, перерыв мы сможем чуть сократить. Вот, и предлагаю тоже активное обмен мнения. Сейчас я рад, что это сказать. Добрый день, коллеги. Спасибо большое. Я понимаю, все уже устали. Мы практически два часа работаем, поэтому коллеги постараемся совсем-совсем коротко. Сегодня основные мысли озвучить и еще раз благодарить Министерство экономичного развития Министерства промышленно-торговой и Российской Федерации за работу совместную. И, мне кажется, очень важные решения сегодня были озвучены по манификации. Но хотел бы обратить ваше внимание, что ответственность наша с вами в случае унификации требований к конституционным парламентам, она существенно возрастет. И я думаю, что в зале очень много знакомых лиц. Если, как в старом анекдоте, колебался вместе с генеральными линиями партии, мы с вами постоянно эмигрировали от Минэкономразвития к Минпромторгу, кто-то еще, Министерство связи и массовой коммуникации застал, в общем, разум у нас были проекты, то, конечно, сегодня унификация требований приведет к тому, что если эти требования не будут учитывать или в какой-то степени не будут соответствовать тенденциям развития рынка, то это, в общем, серьезно нашу жизнь усложнит. Поэтому я призываю и Денису спасибо огромное за тот вопрос, который сейчас идет. Еще раз призываю коллеги, давайте активно в этом процессе участвовать, чтобы требования, которые были установлены в государственные органы, они в действительности соответствовали нашим представлениям о развитии рынка. В этом же ключе еще одна важная вещь, как вы сказали, сегодня я пока по ней много новой информации не услышал, это вопрос регулирования деятельности инфраструктуры, это один из важнейших вопросов, потому что все, что связано с мерами поддержки и с теми вопросами, которые в ГИСИПе отражены, это вопрос создания инфраструктуры, ее заполнения. Но есть очень серьезные вопросы, связанные с дальнейшей работой управляющей компанией, и мне кажется, что на этом нам тоже предстоит сконцентрироваться ключевой вопрос, который до сегодняшнего дня не решен, как мне кажется, несмотря на то, что во многих документах много написано, это статус управляющей компанией в Северном парке. Вопрос не решен. Наши взаимоотношения с резидентами, каким образом мы управляем территорией, на основании чего мы действуем. Много, скажем так, моментов затронутых в нормативных актах, но это всегда только отдельный элемент. Поэтому мне представляет, что статус управляющей компанией в Северном парке и статус самого инфраструктурного парка по-прежнему является очень важным. Продолжение следует...